КОНЕЦ 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 Стой! Стой! Стрелять буду! Кто такие? Не стреляйте! Тут женщины! Нанесем гроб! Что? Руки вверх! И медленно идти вперед! А гроб? Руки вверх! Хлопцы, гроб! Тут и правда гроб! Что в рабу? Покойник? Подруга! Убили на демонстрации в Киеве! Мы студенты! Мы везли ее домой хоронить! А поезд наш остановился! Сказали, дальше не пойдет! И мы решили сами идти по шпалам пешком! А в гробу динамит, да? Что? Девушка! Мертвая девушка! Ей-богу! Чуба! Отвезти задержанных на заставу вместе с гробом! Хай там разберутся! Слушаюсь, пана товарищу! Значит, это не гетманцы! Доброди! Доброди! Там на Василькове свяжу паников! Видимо, невидимо! Хватит! Дзюба, выйди! И смотри, мы не под рози! Не расстреляй, чертова твою гроб! Чего не хватало, чтобы нас расстреляли, как шпионов? Ерунда! Ведь гроб и в нем покойник, всякому понятно! Ага, скажут, что и гроб и покойник для отвода глаз! Давай, давай, проходи! О, Репетюк! Милорды! Что за черт? Почему гроб? Что, кто-то умер? Так вы петлюровец? А я думал, что вы... Молчат! Дзюба, а ну, выйди! Слухаю! Я сотник войск директории, которая борется против Гетмана! А вы, джентльмены, кто вы такие? Что вы в гробу носите? Кого-нибудь живого? Проверим! Что вы делаете? Она же мертвая! Шура, Шура! Вот! Вот она, жертва Гетмана! Украинский национальный союз призывает всех щирых украинцев встать на борьбу против Гетмана за самостийную Украину! Я призываю всех украинцев записаться в нашу армию! Можете прямо сейчас стать казаками моей сотни! А как же немцы? Я чего-то не понимаю! С немцами директория подпишет договор! Они будут соблюдать нейтралитет! Немцы пришли прогнать с Украины большевиков! Партии потом между собой сами разберутся! Сейчас! Сейчас Украина гибнет! Но ведь мы же студенты! Вот пока мы студенты не освободим Киев и не прогоним Гетмана университеты не откроются! И последнее Когда закончится битва мы вспомним кто был с нами а кто против Дзюба! Подать коня! Слушаю Коня сотнику! Ленька! Я иду! За ныньку! Слава! Ныньке Украине! Колька! Хрисанов! Воевать! Уж так воевать не хочется! Ну за Украину что ж конечно против Гетмана если уж Молодец! Вот! Вот! Молодчина! Ты помнишь как мы с тобой в одной команде пять лет? Эх! Эх! Как мы играли! Как мы играли! Так! Назначаю тебя сотенным писарем! Конь под седлом! Выдать этим казакам оружие шлыки и лошадей! Слухаю! Слава! Ныньке Украине! Не понимаю! Я тоже ничего не понимаю! С одной стороны они вроде против Гетмана а с другой право Понимать вообще нечего! Нечего! Националистический бунт! Националистическая интеллигенция! Во главе крестьянской собственнической Чуров! Чуров! Макар! Подождите! Сербин! Что случилось? Я... Я пойду с вами! А винтовка? А что это за лес? Кто его знает? Мне так страшно стало когда вошли как будто я совсем один на свете к тому же это ребятек это антисемит сволочь каратель не может быть что он за Украину или это какая-то другая Украина я даже не знаю страшная какая-то шаян миленький Шая Проснитесь же Вам срочное задание Аглая Викентьевна вы же Я вам все потом объясню Сейчас в австрийских войсках начинается восстание мы должны захватить власть Ну... Аглая Викентьевна я же не знал что вы Это я вас все знаю Мы знаем что вы единственный человек который знает где находятся партизаны Это нужно сейчас же чтобы зилы в отряд пришли в город Но я как партизан знаю только одуванчик Такая быстренькая девчонка Ну так пусть она бежит Сейчас Сейчас я ее позову Что с вами? Так пустяки легкие Голубчик, ну крепитесь же Боже мой так вы же совсем плохи А ты с девушкой я еду одна Нет Она же вам не поверит Я сам сейчас ее разыщу Тогда вы сядете со мной в экипаж Если бы нам оружие достать Тогда бы мы вышибли этих всех австрийцев Прошу вас Огларию Викентьевну А, да Товарищи, комрады на ноу Товарищи, комрады Какайу Ой, ты куда это собрал? Санка! Гражданка, гражданка, оставьте, оставьте меня, оставьте! Вы меня воруют! Она дитя революции! Это мое дитя! Гражданка, оставьте ее, я буду стрелять! Ой, вот меня стрелять! Меня! Ах ты ж поразит! А ну давай! Ой, я тебе сгадала! Ну что жжете-то, а? Швирно! Молодец, молодец! Забирай у снегов оружие вперед! Ты понимаешь, началась мировая революция, ты понимаешь? Понимаю, а я сижу здесь по приказу на связи, вот что, даю тебе полчаса, где хочешь ты должен разыскать Иллою Викентиеву, она очевидно вагонных мастерских вместе с большевистским комитетом поднимает рабочих, ты принесешь мне от нее указания, понял? Ну ведь туда три километра! Ну а как же мировая революция? Ты же форвард! Товарищи! Веноси! Против вашей воли прислали вас сюда! Кингон, Вен, Атманойщик! Против вашей воли прислали вас сюда! Помогите нам уничтожить гетмандскую власть! Пролетарии всех стран, соединяйтесь против мирового империализма! Пролетарии всех стран, соединяйтесь против мирового империализма! Там кто-то скачет, кажется, Барчевский! В чем дело? Из Житомира, Казатино, в Бердичево сюда едут эшелоны с немцами. Для усмирения взбунтовавшихся австрийцев. Так! Вот-вот они будут здесь. Что мне делать? Из моей сотни осталось только 30 человек. Я могу выйти навстречу эшелонам или занять оборону. Так, хорошо. Спасибо, товарищ Печевский. Но вы знаете, у нас силы неравны. Вскочите в расположение рот и ждите моего приказа. Вы знаете, это обыкновенные бунты. Завтра они побегут домой. Бац! Берегитесь! Надо захватить оружие. Как можно больше оружия. Ладно, расходимся. Кетману все равно крышка. Немцу тоже скоро конец. Пинтовки прячьте получше. Так, Митинг, окончить спектакль не будет. Расходимся. Пойду встречать их, Армитинг. Пропала моя карта дислокации австрийских частей. И целое же лето. Сколько труда. Хран creatец. Пропала моя карта дискрусская марта. О-м! О-м! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда же это наконец кончится? Кровь, муки, смерть Я хочу мира! Да не миролюбие, не уход с себя, не пацифизм Нужна война, жесткая кровавая война, понимаешь? Нужна армия против всех армий Война против войны Замолчи! Снова война А я завтра пойду и научусь стрелять из пушки Я тоже за войну, но за войну классовую и гражданскую Субтитры создавал DimaTorzok В Севастополе англичане высадили десант В Одессу только что прибыли англичане, французы, греки Какие греки? Какие французы? Англия? Это же черт знает где! За Ла-Маншами, по Декале Не кипятись! Доходил я туда К очагарам на трех святителях Не могу знать Про Ла-Манш ничего не знаю, не слышал А про это помню Греки Не те греки, которые одесские греки Наши А из-за моря греки Настоящие Французские вот эти самые Зуавы Это те, которые вот Штаны малороссийские носят Зуавы? Да Так может это какой-нибудь театр был? Да ладно! Удивительно ходили такие слухи Капиталистическая французская республика Четыре года на западном фронте В немцев стреляли А как против рабочих Спешат немцам на подмогу Ну буржуйская политика Раскусили Так у немцев уже с нами Как будто бы нейтрали тесто, что ли? Как у уманских дурней В чужого заберуть И на свит кладуть Ну хорошо Дождутся французов А тогда? Сбросить Гетмана И взять власть в свои руки Ну вот порядок Сколько у нас людей? Около сотни А может и все двести Ночь кругом, темно С селом связи еще нет Знаешь, что подходят? Там Зилов комиссарит Но молчит пока Ну пошли к Кольчицке, Вастаха Послал уже В заставу Чтобы из Киева не пропустили кого Ааа Так Ну так и надо Вот на зырике Я думаю, что сейчас нам надо Взять вокзал Любой ценой вокзал Правильно Тогда мы порожняки Пустим под Могилев К нам идут 12 тысяч Бессарабских партизан Так Я думаю, что Одни страдодона немцев Выгоним факт Что у нас про офицерскую роту И комендантскую сотню слышно? Туда Аглая пошла С кем? Сама Ну что ты ерунду порешь Чего ерунду? Сама я пошла Товарищи! Товарищи! Товарищ Шумейков Жилон в Киевской Мост прошел Через полчаса здесь будут Виница передала Не пускать взорвать путь Дрезину, динамит Серега, со мной! Стойте! Что случилось? Что случилось? Что здесь так? Да разве можно так воевать? Стойте так! Что такое? Что случилось? Откуда вы? Шумейка Откуда вы? Убежали! А Козыгинка? Да здесь я! Ой господи! У нас там такое делается Такое делается! Господи! Столько всего! Где ты у вас? Да как же где? Да у нас в Камболе! Слушай, ты не тарахтись Зачем сюда прибежала? У нас пули свистят Война идет Что ж такое? Разве можно так воевать? Посмотрите Все как есть чисто в свету Ну, именины! Австрияки сидят в темноте Смотрят и любуются Чисто кино А надо как раз наоборот Чтобы рабочих не было видно Чтобы в темноте сидели А в Австрияков светом Фонарями их Ну! Смотреть! Стратег Вот собрались бояки Телеграфист! Ага, я Слушай, значит так Срочно звони на электростанцию Чтобы они убрали свет с депо И дали полный парадный На Австриях Давай! Как на спектакле! Значит так Побьем Кетмана Я тебя в рабочих Крестьянскую академию Студенткой определю А? Так, стоп Ну что, готовы? Ну давайте Жмите Чтобы все слышали Или сюда Не возвращайтесь Ну давай Ну давай Я с вами! Догоняй! Ну шустро И стоишься ли? Да В Камол без меня приняли Малая еще Ее христили Когда я в школу пошел С Россией На устах И под российским флагом Я мужество не раз Показывал Пример При фронтовой тоски И доблестной отваге Я полный кавалер Я полный кавалер При фронтовой тоски И доблестной отваге Я полный кавалер Я полный кавалер Аглая Викентьевна, вы? Да, я Ну, а вы чем занимаетесь? Да вот, сижу, жду, когда кто-нибудь придет меня арестовать Может, вы это сделаете? Оставьте Арестовывать придется вам, а не вас А кого, если не секрет? Офицерскую роту Я один? Навряд ли Ну, вы садитесь Влад Сафирич Все, что вы для нас сделали Дает право рассчитывать на вас Аглая Викентьевна Агитация, которую провели ваши люди в моей сотне Дала блестящие результаты Вот уже в течение нескольких часов Я здесь нахожусь Один А нет, пардон, вру Не один мы вдвоем С нестроевым кучером Юзефом Так что Вся гетманская власть Это я Летас и муа Государство это я, Камбране В таком случае Поручик Борчевский Именем Ревкома вы арестованы Ваш револьвер Пожалуйста Цаблю возьмите Не надо Осторожно, он заряжен А почему вы нас не предупредили о том, что казаки разбегаются? Я не имею чести состоять в вашей партии большевиков коммунистов И не знаю Конспиративные квартиры, подпольные явки Или как это еще там у вас называется Бацлав Ну не сердитесь Мы, конечно, тоже виноваты Ну а что касается офицеров То мы обезоружим их вдвоем Скажите, экипаж Тайма еще существует? Он ждет вас со вчерашнего вечера А погоны срезать? Нет, нет, что вы, это прекрасно Ваш револьвер Я его уже давно забрал Аглая Викентьевна Вам еще очень многому нужно учиться, кроме этого У меня еще есть А вы нахал Ну подождите Я вам еще отомщу За вас Бронепоезд Ой, мамочка Куратко можем не успеть, накроет А что, эшелон пропустить с войсками, что ли? Военной инструкцией К черту инструкции Революции делать надо Пошли Огонь! Что же вы делаете, мать вашу перемать? Сука, и вы дети? Именем украинской директории спрашивают, в чьих руках вокзал и город Вперед Вперед Впереди Минуту внимания, господа Последние новости С вашего разрешения я являюсь Как бы парламентером Только что Я разговаривал по прямому проводу с уполномоченным директорией Вся армия директории Исключительно добровольная Так было у Каледина Корнилова И так сейчас на Дону И меня просили передать Что все господа офицеры Абсолютно свободны И могут хоть сейчас идти домой Все, господа Роты с Микоша Да Вас кажется, ждет невеста Вазя А тебя кажется, здесь, недалеко На Киевской, а? Так это же другое дело Прапорщик Луцкий, а вы? Господа офицеры Все свободны Господа офицеры Оружие прошу не брать Взять оружие с собой Я вам, к сожалению, разрешить не могу Простите Однако, кажется Ротой пока Командую все-таки я И военное командование Господин Моковник Вы имеете ввиду Гетманское командование Разрешите рапортовать В результате военных действий Добровольческой армии Гетманское командование Капитулировало Мне, как коменданту города И гарнизона Было об этом сообщено Господин Сотник Вакулинский Я Уполомоченный передал Что те из Добрудьев-Старшин Которые добровольно Перейдут на сторону Директории Могут остаться здесь Командовы над ними Приказано передать вам Слушаю, пана Там, они Будьте добры Выставьте, пожалуйста, Караул Из Добровольцев Возле винтовок И ротного имущества Вы меня поняли Понял, пана Начальнику гарнизону Выполнять Рота Рота, слушай мою команду Господа офицеры От имени объединенных сил Симона Петлюры Французской армии Президента Франции Ричарда Пуанкаре Английского морского десанта Короля Англии Георга 14-го Всем смирно Это Бронепоезда Директории Они Извещают окрестные села О том Что власть Гетмана Пала Обещаю вам Каждый час Присылать связного с пакетом А вам советую Ложиться спать Все Пан Сотник Без моего распоряжения Оружие никому не давать Если Со стороны Господ офицеров Будет какая-то попытка Свергнуть власть Директории Расстреливать Несчадно Есть Панай начальнику гарнизону Честь имею Струнка Что смеет Панкаре не Ричард А Райбан И почему король Георг 14-й Черт их разберет Ну В гимназии учили А не короли Обязательно какие-нибудь Денадцатые Что-то правда Какой же вы лодки брали Давай Как это случилось Не уберет людей Доченька А доченька А доченька А доченька Так что, дозвольте доложить, честь имеем явиться, так как мы, кадровые санитары, мы просим зачислить нас для исполнения обязанностей. Мунтер-офицер Сыч. Ведовой Черногуц. Рядовой Лалека. Рядовой Ботан. Здравия, здравия, ваша здравия. Прошу вас. Приказываю быть в распоряжении немецкого военнопленного доктора Розенкранца. Шура, проводите. За мной. Вот мертвый. Убрать. Эти кто же? Мурфий. Кофеин, сердце есть ослаблено. Первая очередь сердце. Ложитесь, ложитесь. Потеря крови. Организм очень ослаблен. Но сон, это наилучший эскулап. Слушайте. Я знаю, что вы делаете. Я знаю. Вы, вы, вы травите их. Вы... Успокойтесь, успокойтесь. Ни слова. Я заявляю. Отравите меня. Успокойтесь. Или я буду кричать. Вы ошиблись. Мы не отравляем. Это камфора. Это очень хорошо. Лоре надо выклакать. Под сухой горе бывает, как это сказать по-вашему, сумасшедший, бешеный. Стойте. Я буду кричать. Ну, хорошо. Обнажите рука. Это вам. Мало. Три. Вы же видите инъектор, ма. Я вам сделаю вторую пользу. Прошу. Довольно. Я больше не могу. Хрисанов. Доктор. Пройдите со мной, пожалуйста. Сыч, встаньте у выхода. Слушаюсь. Пропустите. Виноват, господин доктор. Нет приказа арестовывать меня. Я очень извиняюсь, господин доктор, но такой приказ был. Что это значит? Я добровольно пошел на борьбу с эпидемией сыпной ТИФ. Доктор. Вы совсем не военно-пленный. Вы из немецкого гарнизона, который стоит сейчас в карантине. И вы действительно отравляли больных. Вы отравляли раненых. Так, когда вы меняли ампулу, чтобы вспрыснуть тому безумному, я поняла, что вы так ловко проделывали это уже не раз. Вы есть дети. И кроме того, вы никто из вас не есть медик. Вы ничего не понимаете в медицине. Вы есть дети. Ну, хорошо. Я объясню. Они должны умереть в тяжелых муках, в сыпной горячке. А я дал получить им свою смерть в сладкий, забитый сон и объятие Морфея. Дозвольте доложить. В народе ходит молва, что германец, как говорится, напустил на нашу русскую армию Тихв. Особенно, как теперь началась в России мировая революция и вообще большевизм. Одиннадцать. Все как один, наши повстанцы, раненые недавно в бою. Он сумасшедший. Какое человеконенавистничество? Зачем? Для чего? Он хочет посеять панику. Ну, слушайте, это врачебная ошибка. Вы случайно впрыснули не то, что надо? Или вы шпион? Очень хорошо. Очень хорошо. Я ничего не скажу. Я требую немедленно отправить меня в расположение немецкий гарнизон. Нет. Нет, доктор Розенкранц. Мы вас можем передать только нашей власти. Позвольте доложить. По законам военного времени предлагаю германского доктора... Я требую. Вперед. Пошел. 4 ноября на съезде рабочей и крестьянской молодежи в Москве был создан коммунистический союз молодежи, комсомол. Мы, союз рабочей и молодежи, должны выбрать делегатов в Киев и требовать съезда для создания комсомола на Украине. Катрия. Малая. Катрия. Катрия, Боже мой. Катрия, вы живы? Господи, худенькая ты какая? Ой, что такое? А ну тише, конспираторы. Ваня, лампы. Ваня, Зимов. Неужели это вы? Господи, что они с вами сделали, Катрия? Я вчера вышла из тюрьмы и разгромили рабочие. Вас там били? Пытали? Я пошла на вокзал и меня сюда привез на тендере машинист Кулешов. Я была приговорена к повешен. Ну вот, и все. Ладно, потом расскажешь. Как тебя из дому, так отпустили. Я не была дома. Может, мне пожить некоторое время у кого-нибудь? Ведь мама будет плакать. Это верно. Пусть она останется здесь. А родителям скажем, что Катрия жива и здорова и скоро к ним вернется. Девочки. Идем. Конечно, я ни о ком не сказала ни слова. Малаев. Этого ты могла не говорить. И за Катрию они тоже получат. Видали, какая она? Значит так. Все, у кого дома есть, или кто может достать, где съестное, несите сюда. Катрию кормить надо. И второе. У кого есть деньги на стол, ей платье достать надо. Доктора позвать. А, доктора в городе все равно нет. На Тифу или сбежали. И еще. Когда будут созывать съезд, делегатам от нас выбираем только Катрию. Вот. Это переписано с привезенного прямо из Москвы. Владимир Ильич Ленин 22 октября выступал там на объединенном заседании в ЦИК. Об Украине и оккупантах. Понабралось спекулянтов. В мешках добро всякое. И хлеб, и сало. И соль, наверное. И всякое такое. Это что-то сыр и масло. Наделали бы вареньки. А? Слушай, Федор. Может, реквизируем? Для Красного Креста. А что? Ведь мрут больные, мрут. Так дело говорит. Одних спекулянтов не убудет, а мы доброе дело сделаем. А. Давай попробуем. Слушаем ее команду. По спекулянтам. Ковс. Плей. Пошли. Давай туда. Ну-ка, бабка, давай сенью. Давай сенью. Ну-ка, ну-ка. Стой, стой, выгадки. Иранник. Стой. Что у мешка? Всего нынка Украина. Тельные мешки свободы. Неси в те вагоны. Для раненых берем. Раступись-ка. Я сам домой пешком дойду. Ну, не себе же. Пошел вон. Дурной. Ты что, не больно? Зараза. Ты домой придешь? Я тебя на него и дергиваю. Шкандыба, шкандыба, ты проклятый. Я. Я тебе дам. Я уже для тебя на бульдарах мучился. Так, поехали. Руку давай. Руку. Дормально. Для всех нас. Брат называется. Фу. Я машинист Шумейко. Представитель от депо. Ребята передавали, что вы просили зайти. Будто бы дело к ним имеете. Я требую трех локомотивов. Вы имеете 15 минут. Не надо было сообщить заранее. Паровозы холодные. Я думаю, часа через полтора мы сможем поставить вам три паровоза. Размерший момент. Гот. Продолжение следует. У вас было следующей армии. Вы можете поставить 1,5 часа. А я даю вам полтора часа, чтобы вы сложили оружие. Вы же понимаете, что оружие в руках немецких солдат, это выстрел в спину германской революции. Вы понимаете? Вы понимаете, я могу оставить вас только кортик, Господин полковник, лично. Ну, пока я буду находиться под стражей, паровозов не будет. А если вы прикажете меня расстрелять, то железнодорожное полотно на Волочинск будет взорвано в шести местах. Подумайте, господин полковник. Я даю вам 15 минут. Вы не можете, вы были последствия. Вы не есть власть, вы не собачьи дерьмов. Немедленно передать. Слушаюсь. Передавай. Штаб объединенного держа фонтанты франко-англо-креческого десанта. На наш код. Авария. Не надо. Меня уже и стреляли, и убивали. Сколько можно? Вперед, хлопцы. Через 10 минут будут поданы паровозы. Как вас зовут? Дурканис. Дурканис. Орунджий войск Украинской Народной Республики. Вы хорошо говорите по-немецки. Учился в Риге, в немецкой гимназии. Передайте коменданту города мою благодарность, что он поручил допрос Шумейко именно вам. Для меня большая честь служить немецкой армии. Разрешите передать вам просьбу коменданта. Машинист Шумейко нужен державной варке, военной контрразведке. Только пусть комендант поручит провести допрос вам, Харунджий. Конвой. Идите так до самого переезда, а там дадим ходу. Хорошо. За мной! Подяжите передач. Передач! 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 Все очень качественноPERЛИ, посел 200 конze. Передач! Подяжите передач! Все вы положите! Всеaktанно-거я вверх! FREE! Фоборrespect! Лацик, а, Пиркис, ты? Тише, пожалуйста, ну как же ты не понимаешь? Ну, извини, я в вашей конспирации ничего не понимаю. Холодно. Тихо. Пойдем. Ну что? Давно уже должен был прийти. Зилов? Кочегарка Зубенко и... Кажется, Культицкий. Брат Бронислава. Видишь ли, Васик? Я пришел говорить с комитетом. Мы и есть комитет, товарищ Порчевский. Вы? Мы. Комитет Союза Коммунистической Молодежи. Но мне не нужен Союз Молодежи. Я не собираюсь забавляться с Статиком Кульчицким или еще с кем-нибудь. Послушай, были уже те, которые позабавились. Да их что-то поубавилось. Что? Да брось ты в самом деле, Васик. Ведь я же говорил. Что ты говорил? Бросьте! Наконец, это нелепо. Я пришел говорить с комитетом взрослых большевиков. И вы прекрасно знаете, что отдельные члены комитета мне известны. Я знаю, что Шумейка... Ну, здравствуй, Порчевский. Здоров поручик Порчевский. Ничего, ничего. Это волчья, собачья шкура, не твоя. Я ведь... Это мазурика маленьким качал. Послал, вот ты... Поднимаешь на смех нашу конспирацию. Это ты зря. Замерзл, золотая. Немного. Моя очередь. Ты бы еще бронепоезд взял. Держи. Пойду от греха подальше. Так, а теперь конспирации. Только на чистоту. Но я не против конспирации. На-ка, вот, почитай. Вот это. Это тебе полезно будет. Украинская держава, МВД, Винницкий уездный старосты, совершенно секретно. Да. Сегодня во главе поручикам не приняла мер прекращения забастовки. Побег членов стачкома организован при участии поручика Порчевского. В общем, ты в списках у контрразведки на подозрении. Вацлав Юрьевич, конспирация работает и на тебя. Комитет тебе приказывать не имеет права. Но комендантом гарнизона у войск атамана Петлюры должен, Вацлав, оставаться наш. Ты. Да надоело мне, господин офицер, пан старшина. Ну, не горячись, не горячись. У меня в сотне, Александр Иванович, 103 казака. Сам набирал. Куда скажу, туда и пойдут. В артиллерийском дивизионе. Большевик на большевике. В Гайдаматском курине не 300 сабель, а 160. И это все войско Петлюры. Хоть сегодня давайте сигнал. Исход восстания, я гарантирую. Отчините, а все просто. Да, а как этот новый адъютант? Или какая у него должность? А, прапорщик Туруканис? Да. Вам и о нем известно? Ну, конспирация, брат, конспирация. Ну, ничего. Неопределенный такой. Гуляк, аферт. Собирается устраивать танцевальный вечер. Ну, если будет мешать, я его сам. А чего это тебе так не в моготу? Ты же ведь комендант гарнизона. Какой-нибудь там старый полковник такой должности был бы рад. Ну, в политике, видимо, я так ни черта не пойму. Ну, я с вами. Приказывайте. Давно бы так. Позвольте, пан Исотникову. Входи, Турукский. Вот, велено передать. Манжетка. Когда вы прочитаете эти строки, меня, очевидно, уже не будет. Я в контрразведке знаю, что отдала жизнь. Нисколько об этом не жалею. Очень хочу, чтобы и вы поняли, кому ваша жизнь нужна. Фамилия моя, имя чужие. Целую в последний раз. Сотня! Немедленно поднять сотню! В чем дело, пан Сотник? Разнести контрразведку к чертовой матери! Пополняйте приказ Харунжий! Но! Я отменяю ваш приказ. Что? Товарищ Парчевский, комитет запретил вам что-либо делать без моего согласия. Какой комитет? Туруканец! Не туруканец я, пан Сот Юрьевич. Это сексуровская контрразведка! Не пишешь вам слишком долго. По приказу полковника Водогоса, Аглая Викентиновна, сегодня на рассвете. Я ее люблю. Я ее люблю. Золотарь, да у тебя же рука ранена. Эээ, так то ж левая, а правая на что? Ну что? Ну что новое? Ой, Катрия, закручиваются дела. Из Киева эвакуируется министерство директории. Сегодня к нам пришли их поезда. Ждут поезда самого Петлюры. Теперь бы нам всю эту сволочь загнать. Капкан! Где Косубинка? Ему записка. Федор! Быстро всем собраться. Всем собраться! Отступаем за город. Что случилось, Федор? Петлюровцы пригнали четыре бронепоезда. Прибывают новые эшелоны со стрельцами. Приготовятся к отходу. Оружие в полной боевой. Кость у Таруканиса и Парчевского. Арестовала Петлюровская контрразведка. КОНЕЦ Иди к чертовой матери. Иди к чертовой матери. Иди к чертовой матери. Быстрее! Заезжай! Быстрей, быстрей! За нынку Украину! Иди к чертовой матери. Иди к чертовой матери. Я! Ты командир? Есть! Сербин Хрисанф? Я! Ты отвечаешь за связь. В общем, начальник штаба. Есть! Пиркис, шая. Я? Я? Булеметная команда. Есть! Макар Николай. Я! Ты у нас будешь начагитполит. Агитация среди населения и в отряде. Ладно, но вообще... Кульчинский Станислав. Мне бы бронеповест. Шутки потом. Отвечаешь за огневое удовольствие. Будет спонтан. Золотарь, Зиновий. Ты не смотри, что я такой. Я, брат, такой, что... Не гав, не пав. Это раньше было... Тише. Ты, Зиновий, пока резерв. И отвечаешь за пищевое удовольствие отряда. Я... Приказ. Так у него хоть одна достоит бревна? Товарищ Стах. Наряд вне очереди. Понимаешь, Зиновий? Найдется кто-то на снабжении. Будешь ведать огневым удовольствием. Идет? Ладно. Кросс Екатерина. Шура Можальская. Санитарная часть. Слушай, только медикаментов у нас нет никаких. А я не понимаю, почему как санчасть обязательно женщины? Медикаменты мы достанем. А воевать будете наравне со всеми. Но если кто ранен, выбежите первые. Идет, малая? Идет. Ну, все. Комиссаром буду я. В город возврата нет. Мы теперь партизаны. Ждем отряд повстанцев. И еще. Отряду нужно имя. Знамя сделаем. Предлагаю Комсомольский батальон. Верно. Возражений нет? Нет. Тогда тихонько. Комсомольскому батальону. Ура. 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 Погоди. Батальон это много о нас. Правильно, Стах. Но мы пойдем через всю Украину. И нас будет становиться все больше и больше. А если нет, то не Комсомольский наш батальон. И мы не комсомольцы. Стой. Степан! Степан! Тревога! Тревога! Там за лесом скачут гайдамаки. Залейте цепью! Катрия, Катрия, сюда. Огонь! Огонь! Руки вверх. Это ж лепеток. Вот так встреча. Как поживаете, мистер Репетюк? Капитан знаменитой футбольной команды. Центр форвард-цер Репетюк. Не менее известный покровщик, карач и прочая сволочь. Замолчите! Это плен. Нет. Немецкий наймит. Каратель палача-убийца. Петлюровец. Репетюк! Враг трудового народа. Отойди. Понимаешь, я первый раз человека убил. Комсомольский батальон выступает на север, на соединение с Красной Армией. Мы начинали нашу жизнь, шагнув по грозам и метелям. Мы вместе с веком родились и вместе с Родиной взрослели. Когда грядущий восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Нам было восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Была тревожной та пора, над Украиной полетели. Нужды холодные веку, нужды холодные ветра, войны кровавые метели. Когда в опасности в ответ мы научились не сдаваться. Нам было восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Нам было восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Мы нашей юною судьбой отчизны юность защищали. И принимали первый бой, и клятву первую добавили. Тогда единый правды свет скрипил навеки наше братство. Нам было восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Нам было восемнадцать лет и веку тоже восемнадцать. Веку тоже восемнадцать лет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Казахстан